Здравствуйте, уважаемые господа. Моя задача вам рассказать о специальности дизайнер-верстальщик. То есть, что это такое, что эти люди умеют, и почему на этот курс обязательно надо записываться. Что такое дизайн-верстка? Это то, что используется в рекламе. То есть, вот вокруг нас постоянно рекламные плакаты в метро, на улицах, по телевизору. Покупайте то, покупайте это. Поехали в отпуск, вклады под проценты, купить квартиру дешево и так далее. Вот это все делается с участием дизайнера-верстальщиков. Дизайн интерьера, оформление сайтов, книги, журналы, газеты, буклеты. То есть, практически все, что видит глаз вокруг, все, что создано людьми, каким-то образом с участием людей этой профессии. Мы этому учим. Учим, я считаю, довольно быстро. И точно знаю успешно. Потому что тут немножечко сказали 15 лет работы. Ну, наверное, страшно произнести, сколько на самом деле. С прошлого тысячелетия я занимаюсь графикой и, соответственно, учу людей. Поэтому есть, конечно, отдача от учеников. Я встречаюсь с ними, я знаю, где они работают. Иногда это очень неожиданно для меня отрасли. Я как-то даже не думала, что и там можно каким-то образом применить дизайнер-верстку. Недавно проявилась дама, которая очень хорошо работает в строительстве. После фотошопа и иллюстратора. Я говорю, зачем? Очень надо плакаты по технике безопасности постоянно. То есть я прям перегружена работой. Буду знать. Поэтому, если вы раздумываете над тем, куда бы это пойти поработать, поучиться, вот приходите к нам, но, честное слово, вы не пожалеете. Плюс это та ситуация, когда вы можете не только получать деньги, но и получать удовольствие. Может быть, кто-то на меня сейчас обидится. Я не очень представляю, чтобы вот бухгалтер, свободный от работы время, забесплатно сидел и ночью что-то считал. Вот потому что ему интересно. А с дизайнерами регулярно. Я сама сижу к ярости семьи. Они говорят, ну ты можешь? А вот у меня мысль какая-то пришла, фотографию обработать. И вот сижу и получаю удовольствие. Так что вот это тоже обязательно будет. Программы такие, когда можно и для себя, и для заказчика, и туда, и туда. Востребовано, ну вот, начиная с фотошопа. Там три у нас модуля. Фотошоп, иллюстратор, эндизайн. Фотошоп – это вообще вещь, позарис, нужная. Она нужна, эта программа, всем, у кого есть доступ к фотографиям. А поскольку сейчас у всех мобильники в карманах, вот, то доступ к фотографиям есть у всех. И все вывешивают. Даже люди, которые говорят, что, ой, да мне это неинтересно, там, каким быть брутальным мужчиной, я вас умоляю, они шлют друг другу фото. Вот у меня сегодня такое вот пиво на вечер, такая закуска, а вот я на футболе, смотрите, какой красивый. И, конечно, всем хочется, чтобы эти фото посмотрели, одобрили, не сказали, ай, не будем, он лично такую ерунду вывешивает, неинтересно. Это же всем неприятно, правда? Поэтому вот даже и для себя фотографию отрезать, убрать лишнее. Вот прекрасный кадр, но что-то тут пошло не так, кто-то влез, испортил. Можно убрать, можно улучшить, то есть все в ваших руках, ну и плюс можно это, конечно, использовать и используют в рекламе. Спрос на хорошие фотографии огромный, а сделать идеальный кадр, но даже профессиональный фотограф вот всегда вот смотрит, да, и что-то там, ну хоть кусок проволоки вот висит на заднем плане, без которого было бы намного лучше. Вот это все прекрасно убирается в фотошопе, плюс цветовая коррекция, чуть-чуть поинтереснее цвета, ретушь. Конечно, все хотят хорошо выглядеть и все знают, что бывают удачные и неудачные фотографии, независимо от того, вот даже человек выглядит одинаково, но неудачно сняли. А он как раз был такой красивый, такой красивой одеждой. Или у него вот царапина как раз на щеке, вот плюс к этой красивой одежде. Убрать. Очень востребованные вещи. Фотомонтаж. Ну вот кусочек, который, я думаю, все что-то в этом роде видели в рекламе. Это, кстати, все работы наших выпускников, причем сделанные обычно в процессе обучения. То есть они еще не доучились, но уже вот это все умеют. Это фотошоп, фотомонтаж. Плюс, если вы фотограф, продажа фотографий, тоже вещь очень интересная. Фотостоки с удовольствием берут фото. Востребовано всегда, нет такого, что ой, вот лошадей полно, всегда нужна новая лошадь. Про людей я вообще молчу. Фотографии людей очень сильно востребованы. Если вы умеете это делать, если вы знаете, как это продать, а есть требования, то у вас всегда будет кусочек хлеба и не только. После фотошопа мы с вами займемся программой иллюстраторов. Это рисовалка. Рисовать можно и в фотошопе, кстати, вот предыдущая картинка. Там были элементы рисования, простенькие такие. Картинка была сделана после базового уровня, самое начало. Но фотошоп все-таки он предпочитает какую-то готовую фотографию, и что-то там вам не нравится, что-то добавить, что-то убрать, что-то перекрасить. Вот эта задача фотошопа. А чистая рисовалка – это программа иллюстратора, которая учится следующим этапом. Там тоже несколько есть уровней попроще, посложнее. Чистый лист бумаги, и дальше вы рисуете. Для людей, которые всю жизнь мечтали рисовать, вот как я, но руками ничего не получается. То есть маме нравится. А вот так, чтобы кто-то захотел заплатить за это деньги, почему-то нет, обидно очень. На компьютере получается лучше. Вот правда. Потому что у иллюстратора есть очень таких возможностей, когда он вам помогает, подсказывает, что-то делает за вас. И вдвоем с программой прекрасно получается. Вот в качестве образца слева – это первое занятие, то есть самая-самая база. А справа уже вещь, которая идет на заказ. То есть вот календарики, открытки, листовки – это все программы, иллюстратор. Это может быть и художественное произведение, и как вот справа плакат «День донора». То есть, сами понимаете, это постоянно появляется, это постоянно нужно. Поэтому люди, которые умеют работать, они всегда будут загружены. Всегда будут с деньгами и всегда будут востребованы. Тоже отдельный этап – это рисунки на продажу. Вот сейчас слева – это узор. Векторные узоры для тканей, для обоев. Всегда нужны новые ткани, новые обои. Постоянно тоже нет такого, что уже все нарисовано не бывает. Поэтому если вы умеете это делать, если вы знаете, как грамотно это подготовить, потому что то, что на экране монитора, и то, что потом распечатывается на ткани, не всегда одно и то же. Мы расскажем, как это предвидеть, учесть, поправить ошибки, что сделать, чтобы это имело успех. Ну и справа, видите, не знаю, видно ли это по вебинару. На экране видно, что это полигонное рисование, то есть мозаика. Очень модная сейчас вещь. Тоже это иллюстратор. Кстати, в фотошопе тоже можно. Тут, конечно, требуется время и терпение, но получаются очень красивые вещи. Плюс у нас в курсе учитываются такие вещи, как подготовка к печати, то есть все это хорошо сделано, но чтобы при печати не было сбоев, а это отдельная проблема с векторными рисунками. Это мы тоже все рассказываем. Какие бывают сбои, что делать, чтобы их избежать, как правильно подготовить, как не платить лишнего, потому что если вы не умеете делать допечатанную подготовку, значит вы платите за допечатку в типографии. И потом еще скандалите, а почему вы так плохо подготовили. Если вы сами не умеете, то в принципе вы не сможете доказать, что виноваты не вы. Мы вот это все расскажем. Дальше мы расскажем об автоматизации работы. Люди, которые уже с работой востребованы, загружены, я думаю, им очень обидно тратить время на такие вещи, не творческие, но нужные, постоянно одно и то же, одно и то же, одно и то же, один и тот же набор операций. Мы расскажем, как этого избежать. Как нажать кнопочку, и программа Иллюстратор или программа Фотошоп открывает папку, в которой пишут файлы, сама с этими файлами что-то делает, сохраняет, куда вы сказали и в каком вы сказали формате. Вы сидите рядом с чашечкой кофе и следите, только чтобы питание не выключилось. Мне вот очень жаль, что в жизни так нельзя. Я бы кнопочку нажала, и оно бы все вот развесилось, вынестиралось. Ух ты, к сожалению. Это программа Иллюстратор. И дальше следующий уровень, совсем уже крут, программный дизайн. Это периодические издания. Вот это как раз журналы, газеты, буклеты, книги. Создание таких вещей называется версткой. Плюс это периодические издания, то есть через какой-то период нужно создавать новый документ, в случае с журналом, ну допустим, неделя, а вот в случае с газетой на следующий день. Поэтому надо уметь работать не только красиво, качественно, но и быстро. Надо уметь пользоваться шаблонами, потому что газету с нуля за день, конечно, не делают. Невозможно. Надо, опять же, проверять, как это все пойдет в печать. Надо знать разницу между тем, как пойдет к читателю книга в электронном виде и в цифровом. Там совершенно не одинаковые требования. И работники издательств очень ругаются, когда вот их переводят на электронные книги, потому что, к сожалению, невозможно нажать кнопочку, и все это вот переделать под электронный формат. То есть приходится сажать человека за отдельную плату, который вот убирает одно, добавляет другое, проверяет. Программа Акробат, которая у нас изучается тоже в курсе ин-дизайна. На нее очень часто не обращают внимания. То есть, я думаю, в Акробате все открывали документы PDF-ские. И большинство ее воспринимает так. Открыл, посмотрел, закрыл. Что она еще может сделать? Она научил может. В частности, она может испортить всю вашу работу. Поэтому умение работать с ней и проверять, что она там себе думает и делает, это обязательно для человека, который занимается дизайном и версткой. Ну и опять же автоматизация. Конечно, в периодических изданиях она нужна особенно. То есть, те же визитные карточки на компанию, когда там тысячи человек, и вам нужно сделать визитку, но она же одинаковая, там меняется фамилию, должность, ну и, вероятно, портрет сотрудника. То есть, или вы сидите, это клепаете руками каждую визитку, да, на тысячу человек, а потом кто-то приходит и говорит, слушай, а поменяй-ка шрифт, что-то некрасиво. И вы тысячу визиток меняете шрифт. Замечательное занятие, очень успокаивает. Или вы умеете автоматизировать работу в индизайне. И буквально за минуту все это переделываете. Вот если там кто-то уволился, добавился, там мгновенно все добавляется в общий список. То есть быстро, качественно, приятно и ненапряжно. В конце вы получите диплом государственного образца, что тоже очень ценится. Это не какая-то бумажка, что вот где-то там учился человек за углом. Вот, а это серьезный документ. Вы получите сертификат на английском языке. Фирма у нас сертифицированная и официальный партнер производителей того же фотошопа, индизайна. То есть знают, что это такое. Вот если человек едет работать в Канаду, и он, допустим, врач хороший, в России знаю просто недавние примеры жизни знакомых, он там никто, его даже санитаром не возьмут. И этот российский диплом, он совершенно никому не интересен. А вот дизайнер-верстальщик, это совершенно другой разговор. Ему будут очень рады, и там все намного проще. Поэтому приходите, мы всегда будем вас видеть. Ну вот примеры работ выпускников вы видели. Если хотите больше, они есть у нас на сайте прям по разделам, и они все время добавляются, добавляются, добавляются. Там огромное количество. Я, кстати, вывешивала. Ну, то, что вот идет в канву сегодняшнего выступления, то есть это не самое лучшее, что у нас есть, а это обычная работа наших очень талантливых слушателей. Они могут больше, лучше, красивее. И все это, пожалуйста, в ваших силах. Вы тоже научитесь. Если есть какие-то вопросы. Я вот не вижу, чтобы в чате кто-то что-то спросил. Но если будут вопросы потом, пожалуйста, вот на экране мой электронный адрес. Я всегда буду рада вам ответить. Пишите. По компьютерной графике. Хоть плюсик, что ли, напишите. У меня вопрос. Да. А вот на программу мой электронный адрес. Сначала она иллюстратором. И вот запись. А я все равно скажу, что это конкуренты. Поэтому они все время друг у друга воруют. И возможности там примерно одинаковые. Поэтому вот вопрос, который задают часто, что учить иллюстратор и о Коралл Дро, вы знаете лучше и то, и другое. Вот правда. Потому что рано или поздно вы упрётесь в то, что вот в иллюстраторе, а вот в Коралле, а востребованы обе. То есть и там и там недостатки. Да, да. Причём поскольку вот они конкуренты, это очень хорошо, когда есть конкурент. Вот фотошоп, он как-то конкурентов задвинул. Это расслабляет. А здесь они всё время смотрят. А эти что придумали? А эти что придумали? И всё время выходят обновления, причём действительно хорошие. Вот. Так что и там, и там. Но если вы знаете одну из программ, другой, конечно, будет работать проще. А так в сочетании это вообще огромная сила. Хорошо. Я тогда передаю слово следующему Арату. Я надеюсь, мой электронный адрес. Все желающие написали, сфотографировали. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, ещё раз здравствуйте, уважаемые очные зрители. Я действительно, Красновский, это всё правда так и есть. И я вам кое-что сейчас расскажу про графический дизайн и рекламу. Но прежде всего я хочу сказать одну важную вещь, дополняю Елену Евгеньевне, с её позволением. Я действительно очень много лет занимаюсь и графическим дизайном, и всякими науками с этим связанными. И я просто знаю, что будет такой вопрос. Не сейчас, может быть, но в процессе лекции или у кого-то потом он возникнет. Чем в сущности отличается вот просто графический дизайнер от дизайнера и верстальщика? Потому что, в общем, если говорить так серьезно, сейчас-то я, естественно, не буду повторять, но, в общем, на своих курсах, на своих занятиях мы говорим примерно о тех же вещах. Вроде бы тот же фотошоп и тот же иллюстратор. И, в общем, понятно, что и дизайн затрагивается, да, неизбежно совершенно. Но, тем не менее, между графическим дизайнером, так сказать, вот таким артистом, что ли, и дизайнером и верстальщиком есть огромная разница. Я много-много лет вот этим занимаюсь, всегда с большим уважением и почтением отношусь и к верстальщикам, потому что это такая, знаете, особая каста, на самом деле, вот в профессиональном мире, в профессиональной среде, это люди, которые, может быть, и не создают невероятных таких вот креативных с нуля произведений, так сказать, от руки, о чем Елена Бинь даже упомянула немножко, да, но зато они знают одну невероятную специфичную область, которую не знает больше никто. Это правило верстки, собственно. То, что вот указано в их названии, да. И оверстка – это вещь, которая к вот креативности имеет, в общем, довольно малое отношение. Она имеет огромное отношение к гостам, она имеет огромное отношение к стандартам, к профессиональным стандартам, да, к общепринятым нормам, правилам, всяким техническим условиям, особенностям полиграфического производства. И все эти цицеры, все эти интерлиняжи, кернинги, отступы, да, там, выключки – это невероятно специальная и очень сложная вещь. Если вам кажется, что это просто вот как бы, ну, взять и набрать текст, что мы все часто в Word делаем, я вам советую в Яндексе посмотреть, например, фамилию Эмиль Рудер. Есть такой человек, Эмиль Рудер, он написал книжку в свое время, которая называется «Типографика» в начале 20 века. И вот «Типографика» – это наука о том, как надо печатать буковки. И вот, собственно, эта книга, которая просто, вот, человек, не имеющий отношения к верстке, он, ну, это для него огромный, это очень тяжелый, в общем, неподъемный труд. В общем, верстанщики – это очень специальные люди, которые являются такой элитой технологии печатного производства. Я вот, с вашего позволения, добавлю вот такую вот фразу, потому что это действительно очень существенное отличие, да. А часто там какие-нибудь дизайнеры, знаете, вот там какую-нибудь, не знаю, студию типа Артемия Лебедева, они про верстку ничего не знают, они умеют там сделать какую-то красивую иллюстрацию, картинку, а вот как грамотно сверстать там 600-полосную книгу, главное, быстро, да, главное, там, со скользящими клан-титулами, и чтобы там на месте были клан-цифры, и чтобы там на нужном месте был авантитул, и чтобы форзовцы были правильные, они понятия не имеют, как это все делать. В общем, верстальщик – это совершенно особый в этом смысле человек. Ну вот, это я так начал, просто рассказал про разницу между одним и другим. Значит, вот это вот подтверждение того, что я действительно я. Вот, я как-то, извините, так увлекся и забыл об этом сказать. Ну, в общем, тут вот примерно написано, чем я занимаюсь, и действительно я занимаюсь много-много большим количеством разных вещей. И вот, собственно, еще раз повторю, все, что сказала Елена Евгеньевна, это абсолютнейшая правда, я все это с удовольствием повторил бы, и даже те картинки, в общем-то, те же самые показал. Но я хотел вот немножечко, может быть, по-другому построить историю, чтобы у вас было такое более объемное внимание, представление, такое немножко, может быть, ну не то, чтобы философское, но такое более концептуальное, может, какие-то такие вопросы затронуть. И вот о чем я хотел сказать. Во-первых, что это такое сформулировать, да? На курсах по графическому дизайну, вообще по дизайну, часто возникает вот такой важный вопрос, действительно, чем занимается графический дизайн. Я вот, собственно, чтобы не мудрствовать, как называется, рукава, пошел в Википедию нашел, и там оттуда просто списал вот это вот самое определение. Читая этот текст, вы должны понять, и я настаиваю на этом, я всегда это говорю, я считаю, что дизайнер – это суперчеловек, это самый сверхчеловеческий человек, и я всегда искренне удивляюсь, почему про них не снимают боевики, триллеры и вообще экшн-фильмы, потому что это человек, который должен и может все. Вот прочитаете вот это определение, и вы поймете, что графический дизайн – это все. Вот все, что мы видим, да, вот хоть немножко, вдумайте, процесс визуального общения, мы всегда общаемся, мы смотрим на любую вещь, и вот мы уже общаемся, да. И решение проблем, понимаете, то есть он не просто смотрит, позволяет вам смотреть на вещи, он решает проблемы, все проблемы он решает. В этом смысле графический дизайн – это реально просто такой человек, абсолютно все проникающий такой удивительной совершенно специальности. Ну, я не буду повторять то, что было сказано, что действительно это такая область работы, в которой человек, вот все, что мы видим, может, не более реклама, естественно, да, и это все, собственно, занимаются графические дизайнеры. И дальше, собственно, мы можем с вами задаться таким вопросом, и мне кажется, очень важно понять, да, что такое графический дизайн с точки зрения потребителей. Ну, то есть, как люди, да, вот окружающие, в чем они ощущают вот это вот проявление этого самого графического дизайнера? Вот у меня есть несколько на этот счет тезисов, да. Во-первых, графические дизайнеры создают эстетические представления людей. Мы с вами ходим по улице, мы говорим, смотри, там идет девушка, как в рекламном плакате у него, прикид, да, или, собственно, ты видел новый рекламный плакат, там, того-то. Если вам это мало что говорят такие примеры, я вам опять же могу посоветовать посмотреть в интернете, ну, может быть, вы знаете, что такое, например, календарь Пирелли. Есть такая фирма, Пирелли, да, и это фирма, которая шины выпускает. Эта фирма известна тем, что она каждый год выпускает самый элитный, самый крутецкий ежегодный календарь, который, значит, вот вешается на стенки. Это событие в мире культуры и искусства. Его перепевают, его повторяют, его цитируют, потому что делают лучшие дизайнеры, лучшие фотографы, лучшие ретушеры. И это реально событие, это то, что формирует эстетическое представление вот современности, да. Если и это вам кажется неубедительным, я вам могу посоветовать воспользоваться такой штукой, которая называется Google Trends, может быть, знаете. Это то, что… это очень… у Google есть такая функция, то есть такой сервис, который позволяет посмотреть, что вообще, о чем в мире говорят, чем интересуются. И я вас уверяю, что вот когда выходит очередная версия календаря Пирелли, довольно долго, она держится вот в тренде самых обсуждаемых вещей. То есть эстетические представления, которые формируют графический дизайн, они моментально уходят в культуру, в массу, они являются принципиально важными для огромного количества людей. Социальные ориентиры. Ну, тут даже и говорить нечего, да. Мы… ну, не то, чтобы мы вот прям все лично, но очевидно, что многие люди, они встречают, ну, собственно, по одежке, да. И, соответственно, не просто по одежке, а они смотрят, какой телефон, они смотрят, что человек читает, они смотрят, в какие кафе он входит, они смотрят, как он вообще, да, себя ведет, как он себя подает, в какой среде он находится. И в этом смысле графический дизайн и социальные ориентиры, безусловно, одно дело вы… я все время какие-то примеры привожу, да, я надеюсь, никто за это, поверьте, не платит, никакая фирма, но, поверьте, что, я думаю, вы со мной согласитесь, что очень существенная разница, если вы, там, если молодой человек пригласит девушку не в смысле качества еды, а вот в культурном смысле, в смысле дизайна, да, он пригласит ее в KFC или в какой-нибудь, там, не знаю, там, в элитный ресторан. Посидите. Разница-то ощутимая. Визуальная разница ощутимая, да, я еще раз повторю, можно в KFC накупить на большую сумму, чем в том ресторане, да, но разница в среде, да, в том, что это разные совершенно места, вот с точки зрения их визуального представления. Так что социальный ориентир – это очень важная вещь. Информация, конечно, да, которую мы черпаем, и уж тут как раз вот буквально реклама вся работает, естественно, вся среда, вся наша инфографика, мы входим в аэропорт, мы по объектам графического дизайна, они почему-нибудь смотрят, где у них здесь билетики выдают, где у них касса, где там туалет, извиняюсь, да, вот это все. Это инфографика, это часть, конечно же, графического дизайна, пиктографика, собственно, да, картиночки, которые располагаются, ну и, собственно, все телефоны, адреса, так, чтобы они нам запоминались и работали, это тоже, безусловно, все имеет отношение к графическому дизайну. Коммуникация. Мы коммуницируем, да, и это такое вот, я, собственно, с этого тезиса начал и вам показал, да, вот это очень важная вещь, чтобы вы просто понимали, что мы существа социальные, поэтому, общаясь друг с другом, мы неизбежно коммуницируем, да, и в этом смысле мы коммуницируем с помощью графического дизайна. Мы отправляем друг другу открытки, мы отправляем друг другу в интернете стикеры, в этом самом, как он называется, однокласснике, против, господи, да, и это же тоже все те объекты графического дизайна, которые создали люди, да, для того, чтобы мы общались, и мы выбираем соответствие своими эстетическими представлениями, смотри выше, так сказать, да, вот, так что это все то, что работает на людей, да, и создает для них вот эту вот среду, ну, про покупки говорить ничего, да, это вот как раз то, что Елена Генбург, просто буквально все это могу повторить, да, что вся реклама, конечно, продвижение товаров, фирменный стиль, хочу заметить, фирменный стиль, это ведь тоже продвижение товаров, да, и мы же с вами покупаем бренды, мы покупаем сюда не конкретное молоко, а мы смотрим, где тут у нас домик в деревне, да, или там, чего-то там больше любят, поэтому мы работаем, то есть мы покупаем то же самое, мы покупаем продукты графического дизайна, мы покупаем классную какую-нибудь упаковку, которая сделает графический дизайн, мы смотрим, ух ты, ничего себе, новая коробочка, нам надо купить ребенку, пусть порадуется, да, или какую-нибудь новую фигню, которая вложена там в какую-нибудь упаковку, это все, да, это все графический дизайн. Вот, и вот это вот одна сторона этого вопроса, а вторая сторона вопроса, это, собственно, что это для тех, кто это создает, потому что, ну, ясно, что люди, которые это создают, они должны обладать определенными, есть такое модное слово, оно мне не нравится, но оно здесь как-то всплыло, компетенциями, вот, они должны быть определенными компетенциями, и, собственно, действительно, для дизайнера это есть определенный набор таких вот представлений. Во-первых, и, собственно, вот то, что я сейчас вам хочу показать, это все то же самое, это доказательство, ну, как мне кажется, доказательство того, что дизайнер графический – это суперчеловек, да, это человек, который занимается коммуникацией и трансляцией идей. Вы вдумайтесь в эту историю. Приходит один человек, да, к графическому дизайнеру и говорит, вы знаете, у меня есть такое вот ощущение, что вот моя фирма должна заниматься не продажей кирпичей, а я вот хотел бы выйти на новый уровень и цветами заняться. Вы не могли бы как-то вот сделать так, чтобы вот те, кто у меня покупает кирпичи, чтобы вдруг поняли, что им надо еще и цветов прикупить? Да, говорит дизайнер, конечно, господи, я же этим учился, этим и занимаюсь. Да, сейчас сделаю. И садится человек, вдумайтесь, да, и вот эту неопределенную идиотскую совершенно мысль, ну, или какую-нибудь пусть хорошую, там, не важно, эту мысль, он начинает каким-то образом, таким образом перекладывать, транслировать и оформлять такую упаковку, которую потом люди, он не стоит рядом, он не говорит каждому, это не кирпич, это цветок. Люди сами просто глядят на картинку, это понимают, у них мозг это закладывается. Кто это как-нибудь сверхчеловек, я считаю, понимаете, тут, мне кажется, очевидно совершенно. То есть дизайнер графически занимается вот этой историей, он занимается трансляцией, вот этой очень сложной историей, да, переводом с одного языка на другой. Это я вам привел довольно типичный пример, на самом деле. Вот все, кто работает с клиентами, они понимают, что клиенты бывают еще и покруче, которые говорят, ну, это такие уже, знаете, расхожие банальные фразы, там, типа, сделайте мне красиво, да, и что, это надо вот реально просто в мозг его туда заклюнуть и оттуда вытащить и сделать ему красиво, причем не просто ему, а так, чтобы людям это потом нравилось, потому что он имеет в виду, что он все-таки хочет для каких-то клиентов это сделать. Да, и вот, собственно, вот это то, о чем я сейчас говорю, да, и заказчику, и потребителю это надо, чтобы вот эти вот идеи транслировались, и все это работало как одно целое. Кроме того, графический дизайнер – это, безусловно, воспитатель. Ну, опять же, поскольку я сказал уже, да, и я надеюсь, это понятно, что графический дизайнер создает эти культурные ориентиры, соответственно, на хорошего графического дизайнера ложится ответственность за эти самые ориентиры, за то, что он увидит. Я, когда вижу плохой дизайн, а что, греха таить, к сожалению, он встречается на улице, смотришь, видишь какую-нибудь отвратительную тенюшку, которая там сделана неправильно или вляпана, ну, вот неумел он дизайнер, ну, просто от творческого бессилия. Я понимаю, что сейчас вот это вот посмотрит какая-то неокрепшая юная душа, да, и потом пойдет в дизайнеры, подрастя, и будет делать эту фигню, да, ей будут говорить, ай-яй-яй, она будет, да вы посмотрите, она будет, да вы посмотрите, люди же делают, это же такой аргумент, с которым мы сталкиваемся, да, а что такого, вот посмотрите на улицу, меня это воротит ужасно, но я уверен, что хороший дизайнер должен воспитывать, он обязан это делать, и в этом смысле должен быть хороший вкус, этим вкусом надо заниматься. Кроме того, для, помимо прочего, это для того, чтобы этим заниматься, нужно реально быть творцом, нужно быть творческим человеком. Вы знаете, если говорить совсем честно, довольно часто на курсах, ну, и правда на курсах таких вот, связанных там с рисунком, с дизайном, с основами дизайна, есть курс дизайн рекламы, приходят люди и так с надеждой задают вопрос, ну, то есть как бы они задают вопрос, но подразумевают некоторый ответ, они говорят, скажите, а правда ведь дизайнер не обязан уметь рисовать, говорят они, и если человек спрашивает именно таким образом, я говорю, ну, в общем, да, конечно, есть там программы, есть клепарты, есть все, вот Елена Евгеньевна перечислила, в общем, огромный ассортимент того, чем можно пользоваться, и это правда, и люди, да, этим совершенно успешно занимаются. Но мне кажется, что, чтобы заниматься таким вот, ну, как бы элитным дизайном на уровне, там, имиджевый реклам, то есть придумать, да, не просто реализовать, а придумать, сгенерировать какое-то креативное решение, какое-то оригинальное решение, надо обладать все-таки некоторым творчественным потенциалом. Не то, чтобы рисовать надо, но именно творчественным потенциалом нужно обладать, безусловно. Вот, и в этом смысле, конечно, хороший графический дизайнер – это творец вне всякого сомнения. Ну, здесь, мне кажется, даже и добавить нечего, потому что, опять же, только что было показано Photoshop и Illustrator, и дизайн, и Corel, про который был вопрос, да, и масса всего другого на свете, и акробаты, и, собственно, управление шрифтами, и бог знает, что еще. На самом деле, это все вещи, которые, естественно, нужно знать. Не говоря уж о действительно допечатанных технологиях, а если представьте себе, что вам графическому дизайнеру заказали какой-нибудь фирменный стиль, и сказали, знаете, только учтите, что у нас наш там шильдик будет делаться, ну, для автомобиля, например, да, он будет впереди на машине делаться. Графический дизайнер должен знать, извините, технологии металлического, фрезерного производства, или там, литья, да, для того, чтобы понять, может ли быть такой вот, так сказать, форма логотипа реализованных в нужном интерьере, или не может, то есть, ну, как же не сверхчеловек, потому что он реально, у него мозг должен быть просто вот такой вот, да, совершенно, и опыт, и знания, и это все должно быть, конечно, так и есть. Вот, и вот, собственно, возникает, может, точнее, я не буду уж настаивать, но может возник вопрос, как же это все, это немыслимое количество вещей увязать в одно целое, да, и вот, собственно, друзья, ответ на этот невероятно волнующий вопрос, дипломная программа графический дизайн. Вот, собственно, да, в чем фишка. Вот те программы, да, которые там изучаются на дипломной программе, связанной с графическим дизайном, и, разумеется, фотошоп, ну, куда же без него-то, да, разумеется, иллюстратор, хотя, может быть, не так подробно и скрупулезно, как вот на курсе, связанном с дизайном и версткой. Индизайн, разумеется, тоже, и допечатанная подготовка, и допечатанная подготовка, еще и второй уровень. Я поясню, что помимо тех необходимых базовых представлений, которые вот, у меня, Лена Евгеньевна, которые, естественно, должны знать любой дизайнер, вот, собственно, в свете того, что я сейчас сказал, да, что есть очень много тонкостей, нюансов, есть вот еще два таких вот курса, каждый из них по, нет, первые восемь занятий, вторые еще шесть занятий, где очень подробно рассказывается все нюансы, связанные с цветом, с объектами, с преобразованием, и я без, так сказать, ложной и скромности скажу, что этот курс, он такой выстраданный очень сильно, потому что сам был когда-то юным дизайнером, и всегда, знаете, первые шаги дизайнера, который хоть немножко касается полиграфии, сталкивается с тем, что однажды он узнает вот эту вот формулировку 300 DPI, CMEG без слоев и компрессии, да, и для него это просто такая магическая совершенно формула, я помню, когда я это услышал, я звонил моим другом нам, говорю, слушай, что это значит, вот этот рабаршин, который мне, значит, сказать, но, к счастью, это был 30 лет с лишним лет назад, с тех пор я много кое-что узнал, и главное, что я убежден, что это вот такой очень маленький, ну, собственно, там что я буду сейчас рассказывать, есть и вебинары, на которых я про это рассказывал, может быть, кто-то даже на них был, слышал, и, в общем, это огромная-огромная проблема, огромная-огромная тема, я, собственно, хотел сказать, что на этот курс по допечатанной подготовке часто приходят довольно продвинутые дизайнеры и уходят, вот клянусь вам просто в слезах, они говорят, как я, у меня была такая девушка, которая 8 лет работала дизайнером, успешно работала на производстве, упаковкой занималась, да, там, полосными изданиями, и выходил, после последнего издания вышел с такой слезой и говорит, боже мой, как я имела право называться дизайнером, вот этого всего не знаю, в общем, это такая отдельная совершенно история. Вот такая вот дипломная программка, так что вперед, рекомендую от всей души все это узнавать. Ну, а почему выбирать нужно? Ну, по очевидной совершенно причине, опять же, я должен повторить слова Елены Евгеньевны, что, ну, опыт преподавательский, само построение обучения, да, вся система обучения, которое здесь специалисты, я имею в виду, не повысит это слово, на мой взгляд, лучшее, потому что у меня была возможность в свое время, когда я искал, да, где бы нести свет знаний, выбирать, я знаю точно, что специалисты представляют лучшие условия в этом смысле, не для преподавателей, то есть для преподавателей тоже, но, так как, образом, для учащихся очень эффективно, очень компактно, все по делу и то, что нужно. Вот, ну и, собственно, здесь, да, вот, в заключении, да, ясное дело, что перспективы, они такие очевидные, да, без них просто совершенно никуда, да, понятно, что это спрос на подобного рода профессии повышается и повышается, чтобы было понятней, в какую сторону, да, и, например, может все развиваться, я вам приведу такой пример, что графические дизайнеры занимаются еще и, помимо прочего, такую вещь, которая называется дизайн-интерфейс, и есть, может быть, такая, вы, может быть, знаете, слышали, есть такое замечательное понятие, которое называется UX-дизайн, да, user experience, это дизайн пользовательского опыта, это вообще совершенно такая вещь, которой мы пользуемся, как само собой разумеющимся, а между тем, есть специальные люди, которые этим занимаются. Мы, когда берем мобильные устройства, да, мы слистываем определенным образом, мы двумя пальчиками увеличиваем, уменьшаем, мы раз там кликаем, понимаем, что система нам реагирует, да, это же действие, это анимация, в этом смысле есть такие специальные разновидные графические дизайнеры, которые проектируют именно это. Естественно, чем дальше, тем этого больше, все уходит в онлайн, все уходит в интернет, все уходит, да, вот во все вот эти вот формы, да, и вот, собственно, ой, все внезапно закончилось. Вот такая вот история, собственно, вот что я вам хотел рассказать. Приходите, будет клево, классно, мы будем рады всегда вас видеть, вам что-нибудь рассказать и помочь.